Ложки мои, как вы ложки мои, ой, все в руках, как всегда, блин, на улице и холодно, и не холодно, морозно, и солнце, день чудесный, короче, я в свою любимую, в свою любимую студию иду красоты, наводить красоту, это грудью и подполье, то есть я не слушала, грудью и подполье. Короче говоря, я пришла раньше, и я хочу кофе, и пока моя мастер занята, плотная запись у нее, как всегда, она же у меня самая лучшая, и я бегу на угол за кофе, тут, кстати, очень удобно, что есть вот все рядышком, сейчас возьму все латы, там делают кофе и чай, но только латы не делают, а я кроме латы ничего не пью. Не стала далеко идти, увидела тут кафешку какую-то, сделали мне прям кофе, прям как я дома делаю, и такое уютное местечко, знаете, прям как будто я домой кому-то зашла, такой бар у них прям вот, прям мимими какой-то, вот прям рядом на этой улице, но я не поняла, как это называется, просто домашняя еда на вынос. Короче, я им теперь должна, у них сдачи не было, я теперь должна им 20 рублей, не люблю быть должной. Лицом все хорошо, я молодею и молодею. Мне кажется, я превращусь скоро в ребенка. Так, у меня последняя процедура сегодня, пятая, на рэклифтинге. Что еще? И Элос, я убираю усы, свои усы, белые, воздушные, пушистики над верхней губой. Хотя раньше это было модно, даже Пушкин писал, там какая-то была сексуальная девица с усами. Но я такой быть не хочу, поэтому я их удаляю. Все, закончила я свои процедурки, сегодня сделали мне ЭЛС, так что я прям чувствовала там тепло. Вот, я буду ждать следующего результата, было второе ЭЛС у нас и четвертое РФ лифтинг. Вот у меня через неделю будет последняя процедурка, потом мне сделают супер увлажняющую маску. И до Нового года я, короче, буду молодая уже. Улыбаться нельзя два часа, потом расскажу почему в отдельном видео про этот весь уход. Все, сейчас я еду на почту, надо заскочить в секонд, потому что сегодня как раз такая хорошая цена за килограмм. Посмотреть что в фикс прайсе обязательно, короче, все для вас, мои кружки. Ребята мои, вы не представляете, ребята, я девчонок ребятами называю, простите, девчонки. Ну, ребята, сегодня будем... Я так устала, я просто снимала, это очень, так, это надо в магазин потом, это очень тяжело на самом деле снимать. Так, здесь в Александровке сделали по-другому входы, все, я запутываюсь. Иду еще в фикс прайс и в секонд хэнд. В прошлый раз я взяла прикольные вещи в секонд хэнде. А, магазин закрыт, идет вывеска нового товара, открыть я все буду. Твою мать. Ну, ладно, мы фикс прайс зайдем. Да, то думала. И, главное, написано, что у них вообще сегодня все по 300 рублей в килограмм. Ну, как так? Ладно, фикс прайс нас порадует. Дэня. Дэнь, отдай бабушке телефон. Дэнь. Дэня. Отдай бабушке телефон. Ты с этим телефоном у бабушки играешь, у тебя свой есть дома. Отдай. Дэнь. Отдай. Отдай, я сказала, отдай. Дэнь. Отдай. За меня, папа. Отдай. Дэнь. Не отдашь? Я, пожалуйста. Дэнь. Ты мой будешь знать. Тюнь, давай, вместе с ним. Отдай. Давай, давай. Ух ты, сумочка какая. Ой, ты понесешь, Майя, будешь помогать? Бери сумку. Все. Ну, не надо. Все, он вытаскивает, Тоня. Дэня. Сейчас я возьму. Дэня. Вот, молодец. Положил обратно в пакетик. Вот, Тонечка. День хреневый, пойми какой. Свет. Вот так-то лучше. Так что медаллы есть, так нет. Я зашла в мой любимый, забыла, как называется, в общем, не важно, в горизонте. А почему я здесь оказалась? Потому что я в кофт собираюсь покупать себе кресло. Как вы знаете, я очень много времени провожу за компьютером и просто задолбалась уже сидеть на табуретке. А ночами время улетает быстро. Ну, то есть я подумала, что для моей спины, для моего здоровья нужно хорошее кресло. Я взяла себе такое кресло классное. Там, ну, короче, стоит 11, а сегодня на него скидка предновогодняя, видимо. И я взяла. Классное такое кресло, вообще удобное, мягкое. Вот, как я прям мечтала. Вот, и сегодня я его заберу, еще не оплатила в магазине, как раз машину поставила там, чтобы на обратном пути. Также недавно был у моего племянника день рождения, а сегодня мы все собираемся. Я вообще сюрпризом приезжаю. Купила уже там наборчик в Лего, какие-то популярные машинки у них. Вот. Взяла ему там Mercedes какую-то новинку в Лего. Собирать. Надеюсь, ему понравится. А, еще взяла, кстати, напиток интересный. Знаете, вот эти напитки Twix, Bounty, я вообще не знала, что это даже напитки. Вот оно все лежит, там сейчас малой спит у меня. Я не знала, что это напитки, я думала, это какие-то эти шоколадные, ну, выдавливать, типа, не сиропы даже, а хрен его поймет, что я думала. Я думала, что это твердое. А это, оказывается, напитки. В общем, я взяла, думаю, удастся мне попробовать, и я вам скажу. Вот. Вроде все сделала, у нас еще завтра фотосессия в 12 часов с малым. И я брала ему похожие какие-то одежды, но вообще опять в Глории выбор такой небольшой. Взяла там одну кофточку, вот. А так вроде бы есть что-то там дома у нас. В общем, придумаю, надеюсь, фотосессия будет хорошая, и мы будем с ним гармонично смотреться. А зашла в Катюшу, такие дорогие рубашки. Вот нам, в принципе, белая рубашка не нужна. Ну, на этот возраст. Я не знаю, куда она для фотосессии. Вот за полторы тысячи брать рубашку, нахрена она мне нужна вообще? Просто выкинуть потом. Ну, я считаю, полторы тысячи дороговато для детской рубашки. На один-два раза на день. Ну, с учетом того, что я знаю, что в Глории какие-то... В общем, Катюша, да, дорого все. В общем, кое-что я взяла. Есть идеи. У меня брат со своей женой и с моей племянницей будут там уже фоткаться. И я, короче, туда пойму. Так что в Инстаграме все увидите. Сейчас покушаем. Заказала жарко из кролика. Я у него пробила. Вообще, целый день с вами не разговаривала. Почему-то у меня села батарейка еще. Вот такая елочка классная. Вообще, люблю это место. Здесь всегда вкусно кормят. И я прошла кучу всяких мест, где можно было бы поесть. Но мне почему-то именно здесь захотелось. Здесь спокойно. Сейчас открою все свои гаджеты, сделаю все, что нужно. Поперекидаю там деньги, куда надо. Да, и нормально поем. А еще я взяла себе безалкогольный глиндвейн. Тоже хочу попробовать, еще не пробовала. Короче, сидим. Надеюсь, моей батарейки хватит на то, чтобы вы со мной пошли на день рождения. Только я закончила снимать, как мне уже привезли. Привезли прям на тележке, на машине, на Мерседесе мне глиндвейн безалкогольный. Я хочу попробовать их. Так красиво красили. Смотрите. Корица. Такой, вообще корица мне напоминает зиму. Прям самый кайф. Трубочка. Мне просто кажется, он горячий сейчас пробуется. На вишневом соке сделали. Очень вкусно. С этим инстаграмом я все время забываю включить камеру и вспомню, что видно. Короче, глиндвейн мне очень нравится. И заказала еще вот такой вот жарко из кролика. На самом деле очень вкусно. Все такое молодое, свежее. Прям классно. Только соли него-то. Я все доела, допила. Я так смотрю, чистая я. Или какая-то стыгиня прилипла. Там, кстати, какой-то возыгрыш, концерт идет. Но одним глазком загрянем, потому что у меня ровно час до того, чтобы сделать все дела и уже быть там в гостях. Короче, я не буду далеко смотреть. Там что-то прикольное идет. Не видно даже. Короче, пузыри пускают для детей. Что-то разыгрывают. Времени мало, так что если бы было что-то особенное, может быть, я бы задержалась. А так, поехали. И вот мы сидим, главное, трещим. И я вспоминаю, что же я влог снимаю. Вот я к сестре приехала. Малые тут бесятся, играют. Купыркаются, как всегда, братья мои. Как всегда кушают. Ну, а что он такой большой, вы думаете? Серега есть. Сестра моя. Слушай, а у меня ощущение, что у тебя день рождения. Ни фига не у тебя. А у моего племянника. Я сейчас вам его покажу. А мой племянник, вот он. Тима, здоровайся. Здрасте. Здрасте. Всем привет. Скажи, а что это я с камерой должна здороваться? А что ты собираешь, что ты делаешь? Я? Я спираю. Ты машинку, которая тебя привезла? Да. Классно, тебе нравится? Ой. Как много деталей. Главное, Деньке не давайте, а то он все сожрет. Да, сожрет. Все сожрет. Вот это червяк сожрет. Червяк не сожрет. Все дети в сборе. Денька полез тоже в игрушки. Ой, ой, ой. Денька полез в игрушки. Все дети в сборе. Вас надо сфотографировать. Мы же его, блин, когда мы собирались вот так все вместе. Сейчас предложу ребятам. Ребята, в натуре нам нужно детей сфотографировать втроем все вместе. Первый раз. Не, не первый раз, мы уже их щелкали, но плохие кадры. А где мы щелкали? А, на природе. Да? На природе. Так у меня малявка была, вот там не было видно. А так он вырос тоже. А Натали, я показала? Ну, я Натали не показала, я всем показала. Такая, смотрите, смотрите, я вот с кем. Я не Руссия. Я не Руссия. А мне показалось, что я тебе показала. Я вообще наглая. Я, значит, это сделала, я представляю, что человек в этот момент чувствует. Такая... Ну да, я вроде показала, но почему-то не сказала. А ты туда, куда ты его толкаешь? Вот у меня сок, не вижу. Куда я толкаю? Думала, он там холоднее. Вот-вот, семья начинает ругаться. А мы пьем домашнее винишко. Винишко домашнее? Домашнее, вкусное винишко. Клево. Кстати, сестра сделала вот такие классные колбаски. Да, я сама делала. Откуда везут? Из Батайска. Из Батайска везут, вот такие купаты называются. Очень вкусные. Ты пустые тарелки сняла? Кайфучий. Ну да, мы поели, поедем пустые тарелки. Так, детей надо сфотографировать, срочно. За блог устраивать. Замор. Вау, это блог. Привет. Да он сказал уже. Да? Сказал. Он же еще в блогеров всех. Иди еще скажем. Кто-нибудь из твоих друзей смотрит YouTube? Нет. Я не верю. Я на канале. У Селены Свой. А он знает. У моей тети. У моей тети, скажите. А вот все. А вот все. Ставьте лайки и подписывайтесь. Настя, дорогая, привет. Да, я буду монтировать, сейчас никто не смотрит. Сейчас таком мы с твоим двоем. Скажи, я на канале? Я на канале Селена Свой. Подписывайтесь, скажи еще. Подписывайтесь и обязательно ставьте лайки. Давайте наберем под этим видео тысячу лайков. Вот я видел, вы многие набирали под ногами, видели, 15 тысяч я видел в этом видео. Так, Наде надо миллион, Мальчик. 15 тысяч. О, давайте наберем 20 тысяч. Потом будет 25. Если вы не спираетесь заданий, мы не будем потом видео выпускать. Мы в дурдоме. Песня, песню хочет, явно. Как отдыхаешь? Бери саблю, Настя. Вон она, твоя сабля. Ой, нет, нет. А где минус? Не минус. Не опой. Не опой. Короче, мы пришли домой. Братишка, как всегда, помогает мне решать проблемы. У меня тут кресло руководителя я себе взяла в ход. А вон дети наши бесятся. Как всегда. Ну, как тебе? Как настроение? Отлично. Вот тебе маленькая, я пришла к папе. А где Деня? Деня, вон он у телека. Пьет что-то там вкусное свое. А тут Натали нам делает чаек. У меня садится батарейка, поэтому я вот побежала к вам быстрее-быстрее. Там виднеется наш туалет. Да, я забыла закрыть дверь, как всегда. А я уже все равно умнее. Скоро будет у меня новая квартира. Ну, как скоро? Понятие относительно. Ну, 5 лет. 10. Да нет, я шучу. Я надеюсь, что намного быстрее. Ладно, все, батарейка садится. Мы пошли пить чай с фейху. Мы пришли на фотосессию. Всем доброе утро. Блин, это жесть, как я сегодня собиралась. Дэнни вот ходит. Что-то тыкает. Иди сюда, Дэнни. Включай свет. Сейчас, короче, мы переоденемся. В общем, рассчитываю на два образа. А может быть, и успею три. Это надо все делать быстро. Короче, я в 9 утра встала. Я в 4 легла. Я такая немножко вареная. Но я думаю, что все будет хорошо. Я же скоростная мама. Мы отснялись. Получасовая фотосессия. Сейчас пришли еще мои родственники. Брат с женой. Это такая, знаете, интересная получасовая была фотосессия. Я бы поняла, что полчаса, конечно, мало. Но все же мы успели два образа. И сейчас еще в конце со своими вместе сфотографируюсь. Вот. Но главное, что это бюджетно и недорого. Я в Инстаграме оставлю ссылку на фотографа. Она вообще очень классная фотографа. Она фотографировала свадьбу моего брата. Еще у них была фотосессия там на год, по-моему. В общем, у нее постоянные клиенты. Ну, всегда. То есть она нравится. Я буду с нецепением ждать фотографии. Вот. Сейчас мы за кофе прибежали, потому что я голодная и ничего не ела. Дэнди, вам понравилось? Там даже он меня целовал. Надеюсь, эти кадры получились. Поблизости со студией, кроме Нью-Йорка, ничего нету. Поэтому я здесь впервые попробую кофе. Латтех. А у вас есть с сиропчиками или какой-нибудь необыкновенный что-нибудь? Сиропы есть кокосовый, есть мандальный, есть ореховый, пельничный, ванильный, рамильный. Ага, сейчас я буду выбирать. Дэня, приготовили кофе латте нам с манго, с манговым пюре и с медом. Очень необычно и вкусно. Я, кстати, в первый раз зашла, вот сколько живу в Ростове, в первый раз зашла в Нью-Йорк. Все, планирую сюда зайти. Но вот с кофе началось наше знакомство, и я очень рада. Папочка, я что, поближе, что? Сюда? Задний? Да. Это очень большой получился. Папочка у нас большая. Приготовились, мои хорошие. Раз, два, три. На меня смотрим и улыбаемся зубками. Как мы детками улыбаемся? Где Дэнни? Раз, два, три. Дэнни нравится колонка. Светящаяся. А, да. Это кто тут? Это кто тут? Кто тут лазит, а? Мама, смотри. Дэнни. Дэнни сам качается. Вот так, сам качается. Кать, Кать, молодец. А здесь фотосессия на полную. С детьми очень тяжело фоткаться. А здесь фотосессия на полную. С детьми. Дэнни. Дэнни. Ура! Новый год, да? Все хорошо. Новый год. Хэппи Нью Йер! Что это? Шарик, шарик, наверное, раздаются. Убийца шарика. Нравится малыши кататься? Малыши карандаши. Нравится кататься? Да. Кать, Кать. Я тоже хочу с вами кататься. Моя большая тетя. Тетя, знаете, больше? Кач, кач. Кач, кач. Кач, кач. А сами раскачивайтесь. Давай, Настюшка, как ты там? Ого. Денька. Денька, Денька, только он не в поплату раскачивается. Денька рулит. Убить хочешь детей, что ли, наш? Стройка, тройка. Салют, детки. Понравилась фотосессия? Настя, тебе понравилась? Да? Да, мальчик. Вредненька маленькая. Понравилась? Слазьте, мои други. Настя, залазь. Настя, залазь скорее на кровать. Давай. Ой, как красиво-то, смотри. Ну-ка, не обижай Настю. Нет, не трогай ее хвостики. Попрыгайте на кровати. Настя. Настя. Прыгать на кровати будете? Ой, красиво как. Так. Деня пошел куда-то. Настя что-то нашла красиво. Ух ты. Нравится? У нас есть чайка. Красота. Приятно, когда есть люди. Приятно. И вот здесь вот на углу цветы продают. Ой. Где? Где я? Короче, да. Вот там вот цветы продают. И посмотрите, Денька. Женщина вышла, говорит, давайте помогу, пока я вещи складывала в машину. Та-дам! А вот Деньки, роза такая. Покорил, да? Покорил. Розу подарили. Мы сейчас попробуем ее передарить нашей сестренке. Настеньке. Смотрите, что у нас есть. Смотрите, что у нас есть. Нам розу подарили. Ротую розу. Ты Настеньке подаришь розу, Дэнни? Ты Настеньке дашь розу? А у тебя есть розу? Насте, дай ножку. Дай Насте розочку. На, скажи, Насте. Дай, Насте. Настя, на, скажи. На. Ну, Насте дай подержать. Скажи, на, Насте. Нет, потом дашь? Нет, дашь, да? Давай, Настюш, конфетку. Ладно, потом тогда, да? Наиграешься и Насте дай. Ой, зашли в панчо. Здесь, правда, мало света, но здесь так красиво. Я так хочется все заснять, но ни хрена не видно на фотике. Здесь как ресторан прям сделано. На второй этаж мы зашли. И тут есть детская. Все в огоньках таких. Очень крутые стулья такие. А Дэнни что делает? Ты зачем в рот суешь? Мы в одном стиле с Дэнни. Как видите, у нас красный верх. Единственное, что он не в джинсах. А я в джинсах. Смотри, какая красивая. Ух ты, какая красивая книжа тут. Какие красивые цветные картинки. Да? А тебя привлекли карандаши. Ты только карандаши и вот листаешь. Листаешь карандаши. Только с карандашами играешь. Какие карандашики нравятся, да? Они такие классные. Да и, ну, в самом деле, вот шо-что, а тут облизывать, целовать. Ничего не нужно. И еще тут мультики идут на большом экране. Мы заказали, уже ждем еду. И я бы хотела сказать вам атмосферу. Вот здесь, как очень красиво. Вот реально, как в крутом ресторане. Панч у нас удобный. Мы на втором этаже сейчас. Очень красиво. Обслуживание, правда, я вам скажу, не на высшем уровне. Ну, может быть, суббота, много народа. Они запарены и все. Мы долго ждали, пока нам меню пронесут. В итоге девушка все взяла в свои руки. Сейчас попробую пройтись. А мы вот там сидим, вот, брать мой. Блин, так не могу... Все, не могу настроить зум, чтобы у меня был. Очень такие кресла красивые. Я все никак не могу настроить зум. Нет, вон я оттуда, тебе было видно, я хотела поближе. Глинтвейн принесли, безалкогольный, с бутылкой соски. Я снимаю. Так, мы заказали, я заказала жаркое, вот здесь плохо видно. А, вот это же жаркое, да? А у тебя паста карбонара. Ты попробовала уже, вкусно? Нет, еще. И мы заказали безалкогольный глинтвейн. Кстати, ну, вишневый сок просто... В общем, вкусненький, хоть и просто вишневый сок. Так, малышня убирает у нас. Денни читает книгу. Все, мы кушаем. Пицца. Красивенькая пицца. Поверни красивенькая пицца. Вот так, вот так. Да, красиво. Поворачиваешь, шикарно поворачиваешь. Вкусно? Пойдет. Голубный год пойдет. Кто бы я, нет. Блин, у нас реальная весна. Слушай, кстати, я неплохо сегодня накрасилась. А накрасилась я как раз-таки сегодня. Так, как вам рассказывала в макияже своем. Макияж без макияжа. Вообще. И очень натуральная. Единственное, что губки чуть-чуть красненькие. Специально для фотосессии. Короче, у нас весна, кайфы. Мы посидели. Каждый раз, когда куда-то я захожу, мне кажется, ой, сейчас зайду и будет легче. Нифига. Там детская возле лестницы находится. Все время за малышом бегать. Он карандаши в рот сует. Короче, глаз да глаз. Толком, короче, не посидишь, не отдохнешь. Одно вот это вот упусил, побежал. Укусил, побежал. И мы по очереди вот этого с ребятами. Сейчас они выйдут уже, потому что малой мой уже засыпает. Мы же сегодня рано встали для фотосессии. Уже, наверное, спит. Сейчас ребята придут, мы по садовой прогуляемся. А, еще, кстати, мы заказали ореховый этот тортик фирменный. Их панчо ореховый. Очень вкусный, очень. Рекомендую, если кто-то будет пробовать, берите его. Короче, я уставшая. Я жду, пока малой заснет. И я как-то душу и отдыхаю. Когда он спит, я просто... Я все время на Фоксе, когда он не спит. Знаете, все время такая... Вот. И когда вот он спит, я чуть расслабляюсь. Представляете, зашли в фикс прайс на Пушкинская. Оказывается, у моей племянницы не было этого пупсика, на которого у нас на Сельмаше есть все. Единственное, что в этом мы нашли, что здесь пупсик. И вот такая... Давай. Подержи. И вот такая вот... Что это? Креслица какой-то. Игрушка-стульчик для кормления куклой. Ребята говорят, что она уже... Дочь. Это я. Ребята... Оторвалась. Да, дочь. Ребята говорят, что она укладывает лялечки и все такое. Поэтому здесь нет, кстати, памперсов и одежды. Все есть у меня на Сельмаше. Так что теперь я буду покупать для одежды, для куколки, для Настюши. Вот. И буду вам показывать. Клево. Я же чуть ли не себе хотела эту куклу купить. Ну-ка. Стулка. Тетя Нат... Тетя Селена. Наня. Ты жалуешься? Тетя Селена сломала. Сломала, скажи мне. Стульчик. Она сказала. Я сама не мой стульчик. Скажи, только купила и сама сломала. Тебе не стыдно? Скажи. Не стыдно. Тебе не должно быть стыдно. Мне должно быть стыдно. А мне стыдно. А ну? Тут целый этот. Ой, ты боже. Руки. Руки. Оп. Класс. Вообще. Держи. Так, только у тебя пупсик голый. Все. Я обещаю тебе купить на него одежду. Надо вот это. Заехать уже. Класс. Класс. Нет, дайте мне, пожалуйста, эту возможность. Ничего не покупайте пупсику. Пошли. Пойдемте дальше. Я теперь смогу. Да я все время захожу в фикс прайс, смотрю эти одежды. Все там каждый раз разные? Да, там топ-амперсы есть, потом новые одежды, потом соска для кормления, потом кроватки какие-то. Там бутылочки, знаешь? Бутылочки, да, да. А, там еще горшок не видел. Да, и что-то я все никак не могу спросить. Думала, у вас есть пупсик этот, и все на него есть вообще. Класс. Мы никуда не спешим. Класс. 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 Ну так вот, малышка идет и засыпает уже у папы на ручках. Обняла. Мне хорошо, у меня Денечка спит в колясочке. Короче, идем по Пушкинской, отдыхаем. Натали пупсика несет. Это ответственно, дочь говорит, пожалуйста, мама, посмотри за моим пупсом. Привет, мои кроши. Дома закончилась вся еда, и я вышла из дома в свой любимый магазин Экспресс. Он зелененький, кстати, виднеется. И взяла там котлетки с гречкой и тефтели с пюре. Будем пробовать. Сегодня только завезли все сегодняшнее. Взяла чуть-чуть жалко, супчиков не было. С кислой дюшки взяла. Сын, а не спит вреденка моя маленькая. Короче говоря, я думаю, что уже много на влог я наснимала. И вообще взяла с собой камеру, чтобы попрощаться с вами на улице. Я вышла с малым, чтобы его уложить спать на свежем воздухе. А он не спит. Вот. Сзади едет машина. Так что, мои сладкие, сказать пока на сегодняшний день, больше нечего. Все, что нужно, перенесу в следующий влог. Буду монтировать этот. И че, поздравляю всех с наступающим Новым Годом. У меня настроение на самом деле праздничное. С ребенком буду переживать заново все моменты. И Дедушку Мороза, и подарки. Многое другое. И елку. Хочу с ним безумно на елку. Вот. В общем, до следующего видео. Пока. Дэнни, попрощайся. Да, мы засыпаем сосочкой. И пофиг, скажи. Пофиг. Кстати, у всех, у кого я спрашивала, у мамочек, все как один говорят мне, что соску долго сосал. Ребенок у них. Вот. Поэтому я думаю, это не принципиальный момент. Взрослые на самом деле не сосут соску. Но я стараюсь ему не давать ее, когда вот он гуляет где-то с детьми, со взрослыми. А именно, когда он засыпает днем и вечером. Потому что он с ней более спокойно засыпает. А я берегу его сон и нервы. Поэтому пока ему надо, я буду давать. А днем, на самом деле, он даже забывает. Вот сегодня он вообще выбросил у меня, представляете, водичку ему хотелось через бутылочку дать. Нервничает, не пьет. Наливаю в стакан воды, и он захлеб пьет эту воду со стакана. Я говорю, ну совсем взрослый, деловой. Так что я думаю, что с возрастом все поменяется. Не нужно быть какими-то принципиальными в каких-то моментах. Нужно чувствовать своего ребенка, что ему надо, как ему комфортно беречь его нервы. Вот. И, может быть, потихонечку, аккуратно убирать какие-то вещи. Мне кажется, что давать соску только на ночь, чтобы он спокойно спал, это разумно. Вот. Ну а каждая мама поступает как хочет, на самом деле. Хочет, забирает соску, и пусть ребенок скандалит, и плохо спит какое-то время. Потом, понятное дело, привыкнет. Но я не готова пока к этому. Все, пока. Обнимаю вас, целую, люблю. До следующего видео. Делали мне последнюю процедуру РФ лифтинга, и сделали масочку альгинатную с водорослями. Я счастлива. Субтитры создавал DimaTorzok